Вы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Вот запомните это место, пересчитайте несколько раз и просто сядьте спокойно и подумайте. Это пишет неграмотный рыбак Петр. Кто из грамотных академистов, священников, архиереев, сегодня эти слова произнесет? Я не говорю о прихожанах. Раз Петр учил, это прихожане тогда знали, в первом веке. Мы не совсем точно не даем толкование, когда говорим, во-первых, Господь поставил апостолами, пророками, учителями. И когда разговариваем с сектантами, мы спрашиваем, кто апостол, они называют пророки. Ну, могут ветхозаветних назвать, хотя речь идет о новозаветних. Учителя, они сразу останавливаются и опять начинают перечислять апостолы. Ну, мы же сказали апостол, третьих учителями, третьих. Мы называем златоуст, Василий Великий. Но речь-то идет о том, что тогда их не было, когда Павел говорил. Значит, подобные златоусты люди тогда были. Вот это надо особенно на этом говорить, что это не апостолы совсем. В каждой общине были люди, которые предподносили людям правильное толкование Священного Писания. А сегодня, ну, вышел в службу занаряжено, все. Господи помилуй, сорок раз, десять раз повторили, четыреста раз будет. А ты задумайся о Господе. Готовься к причастию. Вы не забывайте, что от этого не все здоровые делаются. А многие причащаются и сразу болеть начинают. И некоторые умирают даже. Причастие – это не просто подойти и рот раскрыть. Павел говорит, многие больные немало умирают. Эти слова надо поставить просто перед самой чашей написать. Почему? А о теле Господне не о теле, которое в чаши только. А о Голгофе речь. И вот об этом апостол Петр нам говорит. Повторяю. Он говорит, зная. Значит, знали они. Да кто же сегодня это знает? Я сейчас приду и скажу, вот эти слова прочитаю. В любую секту. И все знают. Почему? Потому что у них есть Библия. Библию-то скрыли. А как это узнать, может, без слова-то Божие? Ну, просто вышел, да, что потребуется, покодил, священник. Это в любом храме будет. Занаряжены щицы, псаломщики, уставщики. А вот этих-то как раз специальностей не было, в третьих учителями. Он уставщик-то, он как вагонетка. Идет по рельсам и все, он не может никуда свернуть-то. У него, может быть, мысль трепыхнется какая-то, люди-то стоят, ничего не знают, бабки с горбателем стоят, и ничего нету. И сговели все уже, говорят. Да нельзя. А дальше-то ничего и нету. Он бы хотел сказать, да ему нельзя. Он не благословит батюшка. Не один. Это у нас тут такое царство. Любой чтец может говорить. Этого нигде нет. Было в истории церкви такое, что священникам запрещено было говорить. Говорили только епископы. Но архиерек приедет раз в год, он нам скажет, кто это придумал. Да это сам лютый враг не придумает такое, чтобы спрятать Слово Божие. Умышленно спрятать. Евреи нашли хоть извинение такое, что золотом завалили, серебром, и там потом нашли, раскопали. А у нас и этого нету. Просто страшное пренебрежение. Зная. И каждый скажет, а я это знаю. У нас-то уж вы не скажете, что не знаете. Что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. Не суетитесь, не бегайте лишнее. Не говорите лишнему по телефону. Мы искуплены не от грехов только, а от суетной бестолковой жизни. Мы мечемся, как вот шарик где-то возьмется, сосуд закрытый, колоти его, перепрокидывай, так мы мечемся, я не знаю, жизнь закончилась. А что, уже кончилось? Кончилось. Пора в дорогу. Вот все твое имущество. Вот деревянный маленький домик. Хишинку принесут и спрячут в него. И это все. И пошел. А куда пошел? Не тленным серебром или золотом искупленным, но драгоценную кровью Христа. Как непорочного и чистого агнца. Откуда они находили эти слова? Восхитительнейшие. В сравнительной степени их даже нельзя найти. Это высшее, драгоценное, золото, грязь. Кровь Христа. Везде кровь Христа. Кто знает кровь Христа? Кровь Христа. Ты все забудь и только одно повторяй. Кровь Христа. Кровь это страдание. Кровь это любовь. Без пролития крови нет прощения и грехов. Нет. Ведь священник, он говорит, властью данной мне от Бога. Какой власти? Властью крови. Он сам искупленный им. Как это Петр-то дошел до этого понять? Я ни грамма не сомневаюсь, что Павел был ученый человек. А Петр неграмотный. Но когда считаешь Петра, в некоторых моментах он поднимается на уровень с Павлом. Человек, не умеющий отличить, говорит, тригонометрическое действие какое-то от простого арифметического. И вдруг он говорит то, что ни один академик сегодня не скажет. Салмопевец Давид 48,9 говорит, дорога цена искупления души их. И он это знал. Но говорил, никто не искупит от смерти. А мы скажем, от вечной погибели. Никто. И когда говорят, мы спасены, и кто бы не спасал, зачем? Кровью Христа. Два слова запомните. Кровью Христа. А кровь сразу скажите, на Голгофе. А вот на мне крестик нательный. На кладбище. На храме. Это все кровь Христа. Везде кровь течет. А об этом как раз речи нет. Это как амулет, фетиш какой-то. Сделали себе все. И преступники носят, накалывают на себе. Рисуют на скорой помощи. Сидят в этой скорой помощи и грешат. Главное. Это страдания Христа. Это страдания Христа. Пророк Исайя 62, 12 говорит так. И назовут их народом святым. Искупленным Господом. Кто нас назовет искупленным? Он должен понимать, что искупление кровью Христа. Искупленным может сказать только тот, кто сам искуплен. Ты можешь сказать, что выкуплен. Где-то ты был. С работы тебя выкупили. В плену был, деньги заплатили. А искуплен это только во Христе Иисусе Господе нашим. Исайя 63, 4. Ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных наступил, говорит Господь. Когда Господь мстит за верующих, это страшное дело. Он поражает громадное государство, превращая все в пустыню. Мы говорим, рухнул тоталитарнейший сатанинский режим Советского Союза. За что? Почему? Ведь 18 миллионов, сговорившихся в одну громадную банду людей, никогда бы не дали свободу. Почему? За кровь святых. Кровь святых. Молитвы святых там под жертвы, их на небе достигли. Больше ничто. И по нашей святости. Они день и ночь молятся, у них одна молитва. Господи, почему долго ты не мстишь им? На небе. Да они уже просили. Но молитва их другая. Что через мщение обрати их. И многие коммунисты, это ведь в церковь пришли, уж насколько искренне, Бог знает. Молитва достигла. По молитвам святых. А этого и сектанты не знают. Потому что некоторые души вообще отрицают, как адвентисты и эговисты. Римлянам 3.24. Мы получили искупление даром. По благодати его искуплением во кресте Иисусе. А то у бактиста дармовое, говорит, спасение. А у нас какое? Да ведь они-то правильно понимают. Это даром. Повторяйте, даром. Не за то, что я долго постился, корешками в пустыне питался, зарылся под землю. Нет. Да что мог делать разбойник на кресте? Что сделал Закхей? Ныне пришло спасение. Сердце только открой, и Господь вошел. А где Господь, там прощение. Там искупление, там свет, радость. Почему сегодня люди такие печальные и горе? Христа нет. Только одно Христа нет. Где Христос, там сладость. Ты даже не заметишь, что ты в рабстве находишься. Римлянам 8.23. Ожидая искупления тела нашего, оказывается, искупление, и речь идет даже и о теле, которое носило в себе в этом смертном теле душу. И будет время, когда вот это наше тело, оно как-то преобразится. До одной волосинки будет. Все части тела потерянные будут на месте, оно будет искуплено. Не будет ни стареющее, ни гниющее, ни морщинистое. Мы ожидаем этого. Это надо помнить. Я иду к лучшему. Вот уже болеют, уже 70-80 лет, одни таблетки глотают вагонами, и все. А то гнилье оставят здесь. Оно в землю уже предназначено. Мумифицируют себя при жизни. Пропитывают этим ядом. 1 Коринфянам 1.30. Считаем. Иисус Христос сделался для нас премудростью, праведностью, и освящением, и искуплением. Я говорю только об искуплении. Он искупил нас. Иисус наше искупление. Почему Он за нас пошел? Я должен на кресте быть? Он зашел. Я должен в ад? Он пошел. Где бы ни было, какое наказание Он берет на Себя, если мы Его просим об этом. Ефесянам 1.7. Которым мы имеем спасение, искуплением, кровью Его, прощение грехов. Ефесяне это знали. А если бы он сегодня, Павел, написал, я так думаю, и написал бы патриаршей церкви или зарубежной русской, и вот эти слова бы написал конкретно. Во главу угла, как в 1 апостольской церкви, поставили бы? Нет, никак. 40, Господи, помилуй, это так и никуда не уйдет. Да бы вы 40 раз повторили искупленный кровью Христа. Дети мои, я за вас страдаю, потому что меня Бог искупил. Вот что они говорили все апостолы. Дети мои, храните себя от всякой скверным. Вы драгоценное достояние Господа. Вы даже не знаете, почему лютует дьявол на вас так. Он ссорит домашних всюду, везде, болезними поражает, потому что вам предназначено то, где он был. Он понимает, он туда никогда не вернется. Он выброшен оттуда. Он превратился в демона страшного, на которого смотреть нельзя. И он понимает, что вы идете туда царями. Вот поэтому он старается не допустить. Почему дьявол не кается? Он не может изменить свою природу, но он знает, что мы искуплены. И он слышит, что кровь Христа искупает человека. А он мог быть в числе спасенных. Он имел это все. Ефесянам 4.30 И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Когда человек уверует во Христа, Дух Святой полагает ему на сердце жить во Христе. Он искупил его. В день прощения, в день исповеди. И главное-то первый раз, когда ты услышал о Господе и покаялся. Это наступает еще и до крещения. И соединяется с самим крещением. Не забывайте, Духом Святым мы все запечатлены. Как себя нужно хранить, беречь. Ефесянам 1.14 Который, говорит, Духом Святым нас запечатлел. И 4.30 Не оскорбляйте Духа Святого. И Колоссиным 1.14 В котором мы имеем искупление кровью его. Значит, Колосси не тоже это знали. Ефесяны знали. И в откровении заканчивают. 14.4 И видел я 144 тысячи, не осквернившихся с женами. Ибо они девственники, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Понимать, буквально ли это люди, которые не женились, не выходили замуж. Это книга духовная. По сегодняшний день никто не знает. Но самое главное, что они искуплены кровью Иисуса. Вот за это уцепились монахи, а вот они идут девственники. Я 144 тысячи. А ягодисты на себя взяли 144 тысячи. У них это за основу взято. На небо. А главное, это искуплены кровью Иисуса Христа. И кровь Иисуса Христа где действует? Не в иеритиках, только в церкви. Вот это вообще иеритики никто не знает. Да какая разница? Да та разница, что это Божий план. Это Божье установление. Потому что вне тела Христова обетование не действует. А тело его есть в церкви. Слово, говорит, искуплено серебром и золотом. От суетной жизни бы, если были мы. Так вот, слово серебро в Библии встречается 455 раз. Я устал смотреть, проверять, где только серебро не употребляют. В добро и в зло. А золото еще больше. 526 раз. И вместе 971 раз. И ни разу, нигде не описано, что серебром или золотом где-то бы предсказание было искуплено в суетной жизни. А наоборот, серебро и золото еще больше в суету погружают. Люди, которые мало имеют, а не менее искушаемо. Вот, говорят, олигархи, смотришь, разводятся. Разводятся там венщины, артисты. Ну, непрерывно ты как-то, я разбужусь, я полюбил и прочее. Ни о каком спасении речи-то ведь совсем нету. Серебро и золото у всех у них есть. А в суету погрузились, их даже и не видно. Кто они такие? Итак, мы, слово искуплено, девять раз встречается в Библии, искуплено, серебром, но не от суетной жизни. Отчего-то заплатили за человека, попавшего в плен. От слова суете немного сказать. Пророк Исаиев, 7 глава 16 стих, говорит так, «Как опротивила мне жизнь моя, дни мои суета». Древнейшая книга, говорит. Да какая же у него суета, такой богатый был. А в богате как раз и суета. За рабами надо смотреть, где бы ни слукавили, ни утащили. У начальства еще, настоящего начальника, очень много работы. Почему у нас все так в государстве рушится? Потому что наша беда, говорит, дороги и начальство. Это не нами сказано было. Начальство никудышное, не заботится. Начальник сна не имеет. Он о каждом должен позаботиться, как священник. Сон убегал от очей моих, Иаков говорит. И на холоде я мерз. Овса терялась, волк задирал, моя потеря. Он за все отвечает. Экклесиас, 2,17. «Возненавидел я жизни, все суета, томление духа». А перечислил, что у него было там. Какая мудрость, какая красота. Что любит мужчина? Царь. Власть. А у него войны ни одной не было даже. Царь Давыд ему подготовил. Женщины. Тысячи. Ну, ни у кого столько не было. Богатство. Все богатство в Востоке стекалось к нему. Надоело все. Суета, суета. Это он пришел. Про нас и говорить не надо. Даже рта раскрывать не надо, что счастье на земле. И люди говорят, это люди, которые не знают, что такое счастье. Счастье – это покой, а не суета. Экклесиас, 6,12. Что знает, что хорошо для человека во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень. И все познал, а это кто скажет, что хорошо. Решил я сердце, испытая удовольствиями. И сказал – суета. Построю сады, заведу рабов. Суета. Заведу хорошую машину, построю дачу, коттеджи. Суета. Красавица состарилась. Миловидность обманчива. Деньги, ну, только считать. Только ты считаешь, что больше нахлебников будет. А где радость во Христе? Полный покой. Я знаю, куда иду. И с каждым днем все ближе и ближе эта радостная встреча. Третья книга Маковейской, 6,3, говорится, что «Три отрока добровольно предали жизнь свою, чтобы не служить суетным идолам». Посмотрим шире. Все остальное в мире – руководители, президенты, цари – все это суетно. Сегодня говорят монархисты, надо царя. Одна суета. Ничего не будет лучше. Цари 300 лет были. И куда привели? В сплошную кромешную тьму. И царя расстреляли, и царство разрушили, и все, что он сделал, все распродали. О чем же ты не заботился, царь? Библия-то ведь была. Вот сейчас бы он был, канонизированный царь Николай-то, и дал бы Господь мне возможность. Я бы только одно сказал – дорогой, милый, незабвенный, у тебя же средства есть. Да ты все монастыри впусти на то, чтобы в каждом было по 10 книг опечатки. Да народ-то завали евангелиями, да всех попов, монахов-то убеди пойти к народу, чтобы учили. Да революции-то не будет, и деточки твои с тобой будут. Как это было не понять, что в этой круговерке и он сгорит? 1 Иоанна 1,7. Что о крови Христовой говорится? Мы искуплены драгоценную кровь. Я одно предложение объясняю только. Сначала что серебром и золотом, потом суетай, что такое кровь? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Пав, не отчаивайся. Прямо можешь говорить, Господи, омой меня кровью твоей причистую. И закрепи это, придя здесь, реальное соединение со Христом на земле, реальное, ощутимое, только в причастии. Больше нигде нет. А сектанты этого не имеют. Поэтому мы должны к ним относиться с великим снисхождением, с желанием донести эту великую истину. Что такое церковь? Эписянам 2,13. Теперь во Христе Иисусе, бывшие некогда далекие, вы стали близки к крови Иисусовой. Близкие к евреям, евреи к нам близкие стали. Мы все одно во Христе Иисусе. Мы были так далеки от Царства Небесного. И не потому, что в храм ходим, не потому, что мы что-то читаем много, а то, что кровь Христа нас сблизила. Мы все и одни. Нас роднило здесь всех кровь Иисуса Христа. И ты каждый раз удивляйся, целуешь сестру и скажи, сестра, мы бы с тобой никогда не встретились, как бы ни кровь Христа. И мира бы в душе не было, как бы ни кровь Христа. Откровение 1,5. Иисус Христос, Который возлюбил и омыл нас кровью Своей. Свидетельствует, кто такой Христос? Только начинается книга Апокалипсис и говорит, что это Иисус, Который возлюбил и омыл нас кровью. Вот надо научиться, как о Господе говорится. А кого вы верите? Во Христа, Который возлюбил нас и омыл нас кровью. Грест не смывается никакими лекарствами, никакими химикатами. Кровь Иисуса Христа. Когда мы верой Его принимаем, мы к Евреям 9,14. Кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Оказывается, поврежденная, сожженная совесть ощущается кровью Христа. Никакие психологи не нужны. И ничто не поможет. И никогда наше государство не встанет, доколе эти слова не произнесет президент и патриарх. И не призовут к этому людей. Чтобы мы отцует на нашей жизни освободились, положившись на Слово Божие, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Аминь. Аминь.